Наши компании уже четверть века. Цены в сравнении с прошлым годом в среднем на 30% ниже. Стоп вот по падению. Вот если в падение в неделю больше полутора рублей, это серьезно. А если падение на 30-20 копеек, это как раз говорит о том, что если Индия захочет кушать, тогда с экспортом вопросов не будет. А вот если в Индии появятся излишки, цены сейчас ищут то дно рынка, от которого они будут отскакивать. Поэтому сейчас... Ну что, не успели мы выпустить наш новый формат новостей? Как сразу же в личку мне пишут, где цены? Почему я ничего не сказал про цены? Поэтому в этом выпуске, посвященном отдельно ценам, мне бы написали бы, сказали, новые новости 3, 2, 1 с таймером, все круто. Окей, просили цены, они будут. В этом выпуске мы расскажем только про цены, разберем все продукции, все тренды, поговорим об этом. Привет! Это Агроменеджеры, меня зовут Илья, и этот выпуск про цены. Готовил я выпуск, меня жар бросило от тех цен, которые есть. В принципе, все цены падают. На этом мы ролик и заканчивать должны были бы, но мы так не делаем. Вы думающие аудитории ждете от нас цифр, аналитики, что будет. Все будет. Но для начала, секунда рекламы, вышел новый номер журнала «Битарен Агро». Смотрите, кто встречает вас на обложке. Салис Добаич Каракотов. Знаете, чему он так радует? Нашей компанией уже четверть века. Про это, про то, как изменится локализация семян, про очень многое другое вы найдете в этом журнале. Поэтому обращайтесь в ближайшее региональное представительство, бесплатно вам предоставят этот журнал. И не только почитайте, а прямо навсегда на хранении. А мы продолжим про цены «Битарен Агро» с самой актуальной информацией из сферы АПК в бумажном виде. А вы, те, кто любит смотреть и нас слушать, смотрите и слушайте дальше про цены. Стоило нам уйти в небольшой творческий отпуск, посвященный окончанию первого сезона. Кто не видел финальный выпуск, обязательно посмотрите. Там просто бомбически. Мне лично понравилось начало. Так вот, подлетели новости, точнее аналитика, сравнение. Прошлого года цен, вот первого периода, восьми месяцев и нынешнего. Вы знаете, что? Да я офигел. Цены в сравнении с прошлым годом в среднем на 30% ниже. По некоторым культурам даже до 35%. Ну что? Кто там писал в моих комментариях, в наших комментариях, про то, что подсолнечек будет стоить 40, если доллар будет сотку. Ну что, доллар почти 100. А где цена на подсолнечек? Я, конечно, продолжил бы сейчас рассказывать, как я был сильно прав и какой я суперэксперт, но я не буду этого делать. Просто мое мнение оказалось верным, потому что мое мнение основано на аналитике и понимании рынка. Все, что делают остальные, ну пускай делают. Верите вы, что подсолнечек будет под 40? Может быть, когда-нибудь и будет. Я сам лично этого хочу, чтобы он был 40, 50, 60, но сейчас факт остается фактом. По Волжье, в центре и на юге России цена семечки порядка 22-25 рублей без НДС. И это факт. Уборка еще не началась. Возможно, дно еще не достигнуто. Возможно, подсолнечек коснется уровня 19-20, потом будет плавный рост. Я думаю, что вот как раз на уровне 19-20 рублей это падение остановится. А ну даже сейчас, если мы берем по пшенице, все-таки падение стало замедляться. Если еще две недели назад мы видели цены где-то в районе 15 рублей, сейчас мы видим в районе 13, но стоп вот по падению. Вот если в падение в неделю больше полутора рублей, это серьезно. А если падение на 30-20 копеек, это как раз говорит о том, что дно рынка, возможно, все-таки устоялось, и от него будет отскок вверх. Есть предпосылки к тому, чтобы цена на пшеницу выросла. Поговорим об этом. Если мы сейчас говорим о том, о пшенице-тройке, то пшеница-тройка на юге в Краснодаре где-то 14,50, на Ростове 14, и я больше бы ориентировался на цену Ростова 14 рублей без НДС. Если говорим за центр, цена за минусом логистики, естественно, где-то 12,500-12 рублей. Скорее всего, средняя цена будет где-то в районе 13,50. Это то дно, которое мы нащупали еще в апреле-майе месяце, и вокруг него мы и колеблем. Поэтому ниже навряд ли пойдем. Есть предпосылки к тому, что пойдем выше. Если говорить об остальных культурах, допустим, та же самая соя резко упала последние 2-3 недели, но происходит сейчас отскок. Потому что, первое, сою еще не начали убирать в массовом порядке в разных регионах. Поэтому сейчас понять, какое качество и какое количество сои мы соберем, да, опять же, есть опасения погоды. Да, в Липецке сейчас тепло, в центре достаточно тепло, но нам еще убирать через 2-3 недели. Опять же, по подсолнечку тоже непонятно. Уборка стартовала, цена пошла вниз. Как я говорил, упор, наверное, на 19-20 рублях будет, потом будет отскок, опять же, посмотрим по качеству. Но, опять же, если помните, в прошлой выпуске, если я говорил про зерно, то качество сейчас идет четверка-тройка. Качество очень сильно выросло в стране, да и количество неплохое. Поэтому по зерну надо отдельно говорить. Как бы это ни звучало символично, что я сейчас буду спускаться, но рассказывать про, возможно, рост цен на пшеницу, но есть такая интересная штука, как рынок. И рынок подвержен саморегуляции. Так вот, эта саморегуляция как раз мы за год освоили правильное построение экспортных взаимоотношений со многими странами. Я же говорил, в прошлом выпуске экспорт растет беспрецедентно. И сейчас контракты с Турцией на 1 миллион тонн, тем же самым условным Ираном на 250. Египет, который хочет купить 8, не Египет, Индия, которая хочет купить 8 миллионов тонн нашей пшеницы, а это почти 15% нашего прошлогоднего экспорта. Нифига ж себе! А если еще подумать, что Индия производит в мире больше всех пшеницы. Они суммарно производят больше, чем Канада и Россия вместе взятые. Но на внутреннее потребление идет много, а у них сейчас засуха. Поэтому если Индия захочет кушать, тогда с экспортом вопросов не будет. А вот если в Индии появятся излишки, они весь рынок мировой завалят своей пшеницей, если такая есть возможность. Здесь проблема еще как раз, если отойти от зерновых, есть в масличных. А вот в масличных-то как раз, помимо того, что мы отработали экспортные потоки, Украина очень неплохо отработала экспортные потоки подсолнечника, масла и самих семян. Украина сейчас сильно демпингует по подсолнечку, особенно по маслу. Цена за масло в Черноморском бассейне уже упала ниже 900 долларов. Когда месяца полтора-два назад я рассказывал, цена была в районе 980. Снижение почти на 15%. Что сейчас происходит? Сейчас, в принципе, перезатарены мезы. Что самое интересное, цена на подсолнечник падает. Но если мы берем в целом август, то подсолнечник подорожал по сравнению с июлем. Как ни странно. Но при этом, да, ощущаем давление вниз. На что это навлияет? Ну, во-первых, еще есть и экспортная пошлина, которую пока еще не пересмотрели. Ее механизм очень сильно влияет на формирование экспортных цен. Это РА. Второе, это большие переходящие запасы. Плюс ожидания от уборки. Все это накладывается на то, что краткосрочное снижение подсолнечника как раз до пробития уровня 20-21 рубля, оно возможно. Потом, скорее всего, будет отскок, когда мезы справятся с переработкой, когда пойдет уже подсолнечник нового урожая, когда мы поймем, точнее, мир потребителей масла, поймут, сколько масла они получат еще и от других стран, тогда и цена начнет расти сейчас. Но я бы, если был бы у меня подсолнечник вот здесь бы в кармане, я бы его сейчас точно продавать бы не стал. Если подводить какие-то итоги, то я бы подвел итог так. Цены, да, падают, но снижение по многим показателям, что по пшенице достигли дна, что по подсолнечку на ожидание вниз идем, но это падение не критично, нет такого апокалипсиса, что все, сейчас цены рухнут. Цены сейчас ищут то дно рынка, от которого они будут отскакивать. Поэтому сейчас, ну кто когда из вас продавал в уборку, никогда мы такого не делали, вы такого не делали, поэтому и мы вам не советуем что-то менять. Поэтому цены сейчас успокоятся. Через две недели мы снимем еще один выпуск, который посвящен полностью ценам. И сейчас, на данный момент, основная и главная задача убрать, отсеять и положить на хранение, посмотреть, что у нас будет. Ну, опять же, привет ребятам, которые говорили про подсолнечек за 40. Но не могу я от этого просто удержать. И да, я знаю, что я обещал вам этот выпуск сделать про дизельное топливо, про его дефицит, но чем больше я начал погружаться в тему дизеля и топлива, ну, тем больше я стал офигевать, если честно. Поэтому выпуск мы готовим, вы подписывайтесь, как вам такой формат, когда новости идут отдельно, и идут по таймеру. Когда у нас ценовые блоки идут отдельно, новый сезон Агроменеджеров. Меня зовут Илья. Всем до скорой встречи. А я, наверное, буду осваивать уже новые средства передвижения. Поэтому спасибо вам за просмотр. Подписались, лайк, как обычно. А мы погнали. Смотрите про дизель. Субтитры подогнал «Симон»!